Промая телефонная линия, особистый прием граждан и встреча с працовным коллективом. В сегодняшнем рабочем графике у старшины Гомельского облаконка Магеннадия Соловья основный час был отведен на ведванию Светлогорска. За ходом поездки сочили наши корреспонденты. Светлогорск – город молодый. Такий статус он отримал только в 1961 году. Сегодня тут проживают около 70 тысяч человек. В целом по районе крыху свыше 80. Бодай самая значная социальная проблема – один из самых низких в области коэффициент народжальности и самый высокий покажек скасования шлюбу. Хоть хвалюя людей, не только демографичная ситуация. В этом году у райвы конками зарегистровали амаль 500 заворотов. Мясовые улады разглядели все без выключения. Райсполком работает с обращениями в соответствии с действующим законодательством. В основном работа направлена на исключение волокиты. Особое внимание обращается на сроки рассмотрения обращений и полноту ответов. Граждане в основном, в большей части, обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Это порядка 55% обращений. По час прамой телефонной линии, гэтые пытания уздымались так само. Причем, звертались до керовника региона не только жахары Светлогорского района. Гамельшане попросили побудовать новую школу в Новобелецком районе. Жахарка Калинковича уэлишись, что у ЕЕ повинна быть больше высокая пенсия. Жлобенчанка просит разобраться с процессом подрыхтовки у города дать опляльного сезону. На некоторые пытания старшиня облвыконкам Агена Целовей отказал одразу, остальные взятые на контроль. Обращатый го, по словах керовника региона, для больше оперативного вращения пытанев мясового значения с наступного года на Гамельшане будут зацвяжаться так званые бюджеты развития, якими будут зацвяжаться мясовые органы улады. Наша задача у госполкома, в первую очередь, дать возможность руководителю района определять расходование тех или иных средств, которые будут иметься, на первоочередные и первостепенные задачи, которые на сегодняшний день вырисовываются, и проблемы. Поэтому мы на следующий год закладываем каждому району бюджет развития, чтобы руководитель района первоочередную вот эти проблемы мог снять. Еще один зворот до Геннадия Целовя верогодно завершится масштабным службовым расследованием. Директор фермерской господарки просит принять меры до керовниства Чачерского спецлезгаза по причине невыконания предприемством договорных обовязательствов. Фермер у Вогули Пиракананы. Ситуация в районе под рабою вмешательства губернатора. Есть предприятия, которым 25 кубов нужно в месяц. Кому-то 100, ИПшникам, маленьким предприятиям, ремеснику нужно 5 кубов. Он вынужден на береже это купить. Всех директоров лесоза обращались. Но почему-то лоты выставляются по тысяче, по две тысячи кубов. Никто в районе этого не купит. Кроме двух предприятий, как я называю, чисто только своих. И почему-то только в Чачерском лесозе выставляется оплата за тысячу или за две тысячи кубов за один-два дня, за весь объем после сделки на бирже. Моя сторона закон. Я очень жестко разберусь. Я рассмотрю вопрос о целесообразности данного руководителя нахождения, за что я заплату получаю. И вот это непосредственно функциональные обязанности. Мы разберемся, я все пройду. И договорные обязательства, мы все юристов поднимем, мы все поднимем. Ситуация, о которой поведомили члены садоводницкого товариства у Светлогорскими райвыконками, добро ведомая. 35 лет тому, по неведомой теперь причине, мясовые улады выделили участки под линией электропередач. Тогда дозвол был отриман на 5 лет. Потом этот термин постоянно протягивался. Сегодня энергетики категоричные. Займаться садоводницем в небеспечной зоне не льго. Да, раньше были такие законы. Поэтому и земля так попала. Никто претензий не предъявлял. На сегодняшний день у нас все жестко выставлено на том плане, чтобы безопасить всех. Рабочая поездка старшиней облвыконками Геннадия Соловья у Светлогорск завершается с устречей с коллективом целлюлозно-кордонного комбината. У свой час тут было выращено выдавать завод белянной целлюлозы. Але замежная компания полностью проект не реализовала. Работы завершат белорусские подрядные организации. Межтым предприемство нарушивает объемы вытворчасти. До конца года штуденный выпуск продукции повинен повележиться больше как на 60%. При этом основная частка вырабленного будет поставлена на экспорт. Для нейтрализации неприемных пахов от вытворчасти специалисты распрасовали и укоранили специальную методику. За меры, которые каждый тыс день проводят лаборатория комбината на предприемстве в санитарной зоне, превышение норматива в пошкодных режимах не выявляюсь. Кировничество комбината каже, что готово проводить мониторинг на территории усяго Светлогорска и в ближайших вёсках. Александр Суров, Ольга Коновалова, Валер Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска.